Всем привет! С вами Блок Оста, и это гайд по старту и запуску китайско-пакистанского истребителя-бомбандировщика JF-17 Thunder. Это название он наследовал от ВВС Пакистана. В Китае самолет именуется как Чэнду FC-1 Сяо Лун. Начнем мы настройку с главного меню игры, после чего проведем настройку на сервере или в миссии, и приступим к запуску. Буду благодарен за подписку и пальцы вверх, а также за ваши комментарии. Начинаем! Для начала начнем с настроек. Открываем настройки особые, JF-17. Из всего здесь интересующего я бы рекомендовал обратить внимание на текстуру кабины, если вы скачали какие-то дополнительные текстуры, голосовый речевой информатор. Далее, это настройка программы отстрела DO и LTC. Настраиваем так, как вам удобнее. Снизу из всех галочек я бы рекомендовал поставить галочку на демонтировать заправочную штангу сразу, чтобы она вам не мешала. Если она вам мешает, как мне. И все остальные галочки оставить на месте. На этом настройку этого самолета мы заканчиваем. И вот мы попадаем в кабину самолета. Я играю на сервере TheCop80. Иногда здесь такая бывает проблема, что не включается батарея. Поэтому первым делом я проверяю, есть ли питание на батареях. Если питания на батареях нету, следует выбрать другой слот с этим самолетом, возможно другой аэродром. Либо поменять на какой-то другой самолет и вернуться обратно. Начинается запуск с того, что мы вызываем радиоменюм, наземный персонал и конфигурэйшн панель. После чего мы видим, что можем на 5 точек подвеса настроить лазерный код. Если мы будем работать по определенному лазерному коду, но стандартный он стоит 1688. Далее ставлю галочку на обновить данные в выставке. И убираем заглушки двигателя и лестницу. Если вы не убрали настройках штангу, она будет у вас справа, то ее также можно убрать здесь. Далее нажимаем применить и дожидаемся, когда это произойдет. Заглушка двигателя и лестница находятся здесь. Опять же вызываем меню, наземный персонал, перезарядка и заправка. В зависимости от задачи мы пополняем топливо, выбираем количество ЛТЦ и депольных отражателей, которое нам нужно. На закопе очень сильно обрезано вооружение у JF-17. Он здесь как штурмовик, поэтому мы просто сейчас подвесим ракеты воздух-воздух, 4 штуки ближнего боя, и больше ничего не будем менять. Заправка и вооружение начались. Можем приступить параллельно к запуску. Начинается запуск с того, что мы включаем батарею, генератор переменного и генератор постоянного тока. Включаем нужную нам аппаратуру одним нажатием кнопки. Если у вас подвешен контейнер для целеуказания, он включается вот этой кнопкой. Так как сейчас у нас его нету, мы включать не будем. После чего мы включаем интерком и включаем звук. И регулируем громкость так, как нам надо. Это оповещение мы можем отключить, нажав вот эту кнопку. Заправка самолета подошла к концу. Сейчас подвешивают вооружение. Можем приступить к запуску двигателя. Для этого мы включаем помпу. Включаем двигатель. Снимаем со стопора рут. Выводим на МФД обороты двигателя, чтобы контролировать это. И зажимаем кнопку на 3-5 секунд. Слышим звук. И видим то, что двигатель запустился. Если перед этим вам необходимо запросить разрешение на запуск двигателя, не производя эти процедуры, выключаем радиостанцию, регулируем громкость, вводим данные, которые нам нужны. Пока двигатель запускается, можно перейти на правую панель и включаем согласование. Также включаем яркость, контрастность и подсвет. Так как мы в меню радиосвязи сделали до этого в Configuration панель обновление данной выставки, координаты, там где мы находимся, автоматически вбиты. Можем открыть наколенный планшет и увидеть то, что у нас высота выставлена правильно. В принципе, для окончания выставки нам необходимо ввести курс, который есть на наколенном планшете. В данном случае у нас 357. Подтвердили. Ожидаем данное время, после чего надпись Fast у нас начнет мигать, мы сможем перевести переключатель в режим наук. Включаем гидросистему аварийную и выставку курса вертикали. После чего мы переходим к закрытию кокпита. Герметизацию кокпита. Включаем кондиционер. В режим норм. Перемещаемся на левую сторону. Открываем кислород. И подключаем трубку. Далее мы можем включить кресло катапульта и снять чеку. После чего видим, что Fast у нас горит, мигает мигает. Переводим в режим наук. В данный момент самолет запущен. Управление огнями, если вам необходимо, находится здесь. Управление подсветкой салона находится здесь. Все это регулируется. Также регулируется само освещение, угол освещения. После того, как у нас подвешено вооружение, нам необходимо вставить картридж. Если вы только запустились, подвесили вооружение, то на картридже, после того, как вы все это сделали, будет вам нужна информация. Если вы прилетели с боевого задания, то вам необходимо будет приземлиться, открыть кокпит, после чего на эту кнопку несколько раз нажав «Изъять картридж», заправиться, перезарядить Деполе, ЛТЦ, нажать кнопку радиопереговоров, войти в наземный персонал и обновить данные картриджа. Когда у вас кокпит открыт, вам сообщат, что данные картриджи обновлены. После чего вы данные картриджи вставляете и можете закрывать кабину. После того, как картридж загрузился, тут мы видим, что у нас появляется меню о переводе данных в систему. Нажимаем «All», «Enter». Ожидаем, когда все произойдет. Все отлично. Далее, переходим сюда. Здесь мы открываем, включаем для более точной навигации. Далее, переходим в ответчик, свой-чужой. Здесь на сервере, TheCop80, я использую ответчик M1+. Больше всего рекомендуют использовать M6, так как этот канал более защищенный. Но на этом сервере, тогда вражеские цели не обнаруживаются как вражеские, а показаны как желтые нейтральные. Поэтому я не хочу их видеть желтыми нейтральными, я пользуюсь M1, ответчиком. Но при этом, насколько мне известно, шанс того, что посылая сигнал, меня обнаружат намного выше. Нажимаем на точку, также подтверждаем M1. Далее, мы переходим на RTN. Здесь мы вводим 199. Здесь, в зависимости от команд звена, мы выбираем либо «Slave», либо «Must». Выбираем «Must», выбираем «Nest», если вы летаете один. И вот самолет у нас почти готов. Что нас интересует еще? На клавиатуре сочетание клавиш левый «Alt» и «D» включает вращение носового колеса. Остальные настройки, это мы открываем здесь, «Combat» и выбираем заранее запрограммированную программу, как вам нужно. Далее, перед тем, как поехать, нам необходимо снять тормоз, колес, включить освещение и, если вы хотите, можете заранее перевести в «Master Arm» боевое положение. Далее, переключаемся и видим, что у нас самолет полностью запущен и все работает. Если вы выберете какие-то другие подвесы с использованием вооружения для топливных баков, здесь загорится ошибка «Config». Эта ошибка будет легко решаема в переключении режимом ограничения перегрузок в режим «AG». Это работа по земле. И, если подвесы очень тяжелые, то он переключается в режим «G2». И тогда у вас здесь ошибки не будет. Но так как сейчас мы только с ракетами «Воздух-воздух», нам ограничения никакие не нужны. На этом мы заканчиваем. Самолет готов. К рулению и взлету. Спасибо за просмотр. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok